Меня зовут Самой Ленка Наталья. Комили вас садами наших клиентов. Там, где высажены растения, купленные в садовом центре Европлант. А сегодня выпуск достаточно необычный. Мы хотим познакомить вас не только с садом, не столько с садом, сколько с человеком. И показать на самом деле... Сейчас расскажу поподробнее. Хозяйку этой мастерской, а мы находимся именно в мастерской, я знаю, наверное, 7 или 8 лет. Она выпускница ландшафтных курсов. Надо сказать, не самых плохих в городе. И впервые мы с ней познакомились, когда она была на выездной лекции. Группу выпускников привезли в садовый центр, дабы они воочию увидели растения. Через какое-то время она нашла меня и предложила сделать совместный проект. Надо сказать, что в итоге получился один из самых моих любимых садов. Мы тоже как-нибудь вас с ним обязательно познакомим. Хотя ни один сюжет мы снимали именно вот в этом саду. Мы сделали несколько удачных проектов, а потом любовь к растениям и к ландшафтному дизайну немножко видоизменилась. Хозяйка этой мастерской, зовут ее Екатерина Крылова, безумно увлеклась светильниками всевозможными. Первый, который я увидела, и у меня, кстати, дома висят ее светильники, они сделаны в виде шишек. Представляете, целая коллекция. Сосновые шишки, шишки-цуги, псевдо-цуги, потрясающие фантазии. Я хочу вас поподробнее познакомить именно с этим человеком и с теми вещами, которые она делает. Итак, прошу любить и жаловать Екатерина Крылова. А вы не слишком близко ко мне? Катенька, здравствуйте. Катенька, хорошо, мне нравится. Да, отлично. Катенька, здравствуйте. Здравствуйте. А расскажите, как вы пришли в принципе к растениям и к ландшафтному дизайну? Если бы когда-то очень давно вы не поступили на курсы Сосновки, то, наверное, мы с вами не встретились. Почему вдруг вы решили заняться ландшафтным дизайном? На самом деле все очень просто. У нас есть семейный бизнес по продаже домов загородных из клееного бруса. И, соответственно, когда человек покупает дом, он хочет иметь красивый участок. И чтобы мы могли полностью удовлетворить потребности заказчика, я пошла на курсы ландшафтного дизайна. Надо сказать, у вас были очень хорошие работы. Мне, во-первых, было очень приятно с вами работать. Во-вторых, ну, сады, которые мы делали вместе, действительно, это одни из самых моих любимых. Я там кое-что даже у вас подглядела и наглым образом использовала своего имени. Такой некий плагиат. Тогда другой вопрос. Я, на самом деле, на своей практике не знаю ни одного человека, который, увлекшись либо растением, либо ландшафтным дизайном, вдруг поменял сферу деятельности. И вы вот так вот фактически в одночасье уходите в совершенно другую область. Уходите в интерьерные светильники. Почему? Во-первых, не только интерьерные. И по заказу я делаю и уличные, но это специфические заказы. Это отдельная совершенно тема. И на самом деле у меня есть, например, один светильник, в котором есть совмещение и ландшафта, и светильника для освещения помещения. Ну, я вам его покажу. Это мой любимый светильник. То есть изначально это было как дополнение к ландшафтной работе, опять же, все дополнение к семейному бизнесу? Я и до сих пор не отказываюсь ни от проектирования домов, ни от ландшафтного дизайна. Ни один участок не был отдан на работу другим питомникам. Мы работали только с вами. Ну, это очень приятно. Подождите, вы сказали, что вы проектируете дома в архитектор. Я правильно поняла? Я занимаюсь эскизным проектированием деревянных домов. Вот это да. Вот это путь от архитектора до дизайнера-интерьерщика, минуя, попутно захватывая ландшафтный дизайн. А я объясню. Есть такой момент, когда ты проектируешь сад или дом, ты долго этим занимаешься. И где-то через полгода, через год ты получаешь вот это самое спасибо от заказчика. Когда ты делаешь светильники, ты получаешь это спасибо через неделю, через две. И оно для меня точно такое же спасибо, как из-за дом. И вот эти спасибо я получаю сейчас каждый день. Это очень приятно. Это воодушевляет, вдохновляет. У меня есть мой любимый светильник. Это как раз серия вот этих шишек. Вот я уже говорила о том, что несколько висят у меня дома. А какой ваш любимый? Сейчас покажу. Это как раз тот самый, который связан с растениями. Вот это мой, пожалуй, самый интересный и любимый светильник. Называется он куберинт. Состоит он из трех частей. Вот это декоративная часть, часть с подвесом. И самая интересная часть – это флорариум. Когда ты пыталась делать, ни разу не получалось. Я тоже делаю их не сама. Я их делаю на заказ. Какая хитрость? Ну, во-первых, вот эта часть с подвесом, она может работать самостоятельно. Ну, тут, наверное, мне нужна будет помощь. Выше не могу поднять, рост не позволяет. Сейчас будет тяжело. Вот так насаживается. И вот в этот флорариум можно посадить цветы. Лучше его использовать как кашпо, конечно. То есть посадить туда горшочек. И задекорировать, например, камушком декоративным. О, еще здесь можно в эти яйца-лягушку вращать. Можно, конечно. Будет здорово. Мы этим и занимаемся. На самом деле, не обязательно цветок. Это может быть, например, какой-то шарик сюда на Новый год. Можно поставить здесь шарик. Здесь что-нибудь свисает красивое, декоративное. Я его назвала многофункциональный подвес куберинт. Куберинт от слова куб и лабиринт. Да, первая была мысль о том, что это называется лабиринт Минотавра, если честно. Лампочка очень интересная. Да, я согласна. Она тоже похожа на цветочек. Ну да, очень такая цветочная тема фактически во всем. Ну вот, если честно, если бы я это увидела, я бы никогда даже в голову не пришла, что это на самом деле светильник. Я бы решила, это какая-то головоломка. Как вообще приходят идеи? Из чего состоит процесс? Хороший вопрос. Я попробую на него ответить, но он довольно сложный, потому что вдохновляет меня и природа. Такие вещи, которые, наверное, не должны вдохновлять, но меня вдохновляют. Например, сейчас будете смеяться, это метизы. Винтики, шурупчики, они бывают совершенно разные, но меня вдохновляет то, что можно ими скрепить и как это крепится, например. Ещё вдохновляет математика. Ну, как видите. Математика вдохновляет? Геометрия, математика. На самом деле есть даже такие светильники, которые сделаны в виде формулы. Но для меня это что-то вообще космическое. Но я всё равно так или иначе геометрию использую в расчётах, в чертежах, соответственно, без неё никак. А я думала, вы сидите вот так, что мне такое сотворить? Раз, два, и оно готово. А тут, оказывается, какие-то чертежи есть. Вообще тёмный лес. Расскажете? Конечно. Начинается, конечно, с поиска идеи. Когда идея найдена, я делаю какие-то зарисовки, ощутить вот эту форму, которую можно придать светильнику или изделию, потому что я, в общем-то, делаю не только светильники. Далее происходит проектирование. Проектирование выполняется в специальной программе. Делается отдельный чертёж на каждую модель. И раскладка на листе – это для того, чтобы удобно было вырезать. И, кстати говоря, когда я вырезаю, я стараюсь максимально экономить место, чтобы было как можно меньше мусора. потому что он всё равно выкидывается или прожигается. На листе бумаги? А, на листе бумаги. Какая вы хитрая. Насчёт бумаги – это довольно интересно, потому что сейчас я стараюсь макетировать сразу в материале. Уж если фиаско, то полное. Но, как правило, я могу сказать, что за все пять лет фиаско – это единичные случаи, может быть, два, и не фатальные. То есть я немножко изменила, сделала, и всё. То есть сразу в чистовую? Стараюсь – да. Ну, так интересней. Здорово. Ну, в общем, после проектирования я отдаю чертежи или на лазерную резку, или у меня есть фрезер. Я могу сама вырезать на фрезере. После того, как детали вырезаны, как правило, особенно после фрезера, их надо обрабатывать. Это процесс шлифовки. Если необходимо обработать поверхность лаком или другим составом, маслом, например, то производится обработка соответствующим составом, и дальше мой любимый процесс – сборки. А я думала, что самый любимый процесс – это когда появилась идея. Ну, мне нравится всегда начало и нравится конец. Что делать с середины, я обычно никогда не знаю. Я делаю в том, что очень люблю весь процесс, и особенно если он трудный. Трудный или нудный? Трудный именно вот в этом плане, что нужно много сделать одинакового. И, например, когда я вырезаю детали, я не пытаюсь сразу их собрать. Я должна весь путь пройти обработки, и вот потом вот это вот фиаско или успех. Очень интересное состояние. Когда ты уже полный цикл работы произвел, как на конечном продукте, и вот потом собираешь и понимаешь, что все отлично, ты молодец, или, Катя, делай заново. Я на самом деле открою маленький секрет зрителям. Я очень часто бываю в этой мастерской. Как-то так получается, что по дороге из дома на работу я все время проезжаю мимо вот этой вот маленькой уютной мастерской и очень часто заезжаю на кофе, на кофеек. И мне кажется, что я знаю абсолютно все светильники. Но вы так вкусно рассказывали о сборке светильников. Есть что-нибудь новенькое? Да, новенькое есть. Но, наверное, расскажу с предысторией. В феврале я пошла на обучение в международную школу дизайна, чтобы получить квалификацию специалиста предметного дизайнера именно. Ну, учиться никогда не поздно. Ну, это точно. Конечно, я пришла туда со знаниями, но много знаний я получила. Например, там очень много было отдано времени рисунку, за что я благодарна. Сейчас покажу. А благодарна я потому, что сейчас перед процессом проектирования именно на компьютере я позволяю себе несколько минут посидеть, порисовать. О, я знаю, это Газпромовская кукунза. Может быть, когда-нибудь будет. Нас учили рисовать в разных техниках. Это малая часть рисунков. Но суть в том, что я полюбила рисовать. У меня не очень хорошо получается, честно говоря, но однако. И на данный момент я получаю удовольствие от того, что вот эти несколько минут посвящаю прорисовке, прежде чем начать все проектировать. Какая-то восточная головоломка. Сейчас подошло время курсовых. И на курсовый проект мы должны предоставить уже продукт. Тема курсового проекта – это настольный предмет. Я, конечно же, выбрала светильник. Для меня это актуально, потому что мои заказчики, мои друзья очень давно просили сделать настольный светильник. Если заметили, то в основном они у меня все подвесные. Но, наверное, я была бы не я, если бы не придумала что-то с фишечкой. И вот... Я бы сказала, здесь очень много фишечек. Да. И это не просто фишечки, это фишечки на магнитах. Угу. Таким образом их можно переставлять, создавая рисунок. И не пугайтесь. Оп! То есть магниты – достаточная силы, чтобы... Можно еще раз? Поверьте, обычно, когда я что-то стучу или бью, ломается все. Убедили? Краш-тест пройден. То есть вот этот светильник, он настольный. Мало того, что можно просто перемещать, знаете, как вот дети ночью не спят под одеялом, вот это ощущение, да? А он с включенным светом, можно под одеялом играть, например, в крестики-нолики. У меня будут прозрачные. Причем поле получается 7 на 7. То есть можно зажечь. Я надеюсь, что я получу пятерку за курсовик. Ну, это отличная идея. Я теперь знаю, что... Чем я буду заниматься под одеялом. На самом деле, в то время, когда я училась, у нас не было таких серьезных курсовиков. Все было как-то попроще. Но бумажки с ручкой и с бумажкой, как бы не более того. И единственное, наверное, у меня есть такое пожелание. Не уходите совсем в интерьер. Не бросайте окончательно растения, ландшафтный дизайн и уличные светильники. Потому что хороших уличных светильников у нас очень мало. Впрочем, как и кашпо. На этом все. До скорых встреч. Обещаю, что мы сюда еще не раз вернемся.